всем привет с вами я дмитрий фреско вы смотрите кулинарную пропаганду у нас наконец-таки наступило лето на улице жара и очень хочется приступить к приготовлению еды на живом огне собираюсь накрутить колбасок для гриля прикупил тут свяное плечо ну какая красота говядины взял немного и сало колбасок набью сразу побольше и заморожу они отлично хранятся в холодильнике а при нужде прямо из морозилки не размораживая кидаю их в духовку разогретую минут 40 50 это для большого диаметра для маленьких вообще за полчаса обалденная еда ну на гриль конечно чтобы выкладывать надо сначала их размораживать вообще удобно начну с нарезки что в мясорубке затем все измельчается что касается измельчения на мой вкус для колбасок такого типа а свинин лучше нарезать очень крупно такими кусочками наверное с грецкий орех размером но это если вы собираетесь набивать эту колбасу в оболочку калибром 35 там 45 миллиметров я буду набивать баранью череву она маленького диаметра свинину через такую решетку пробущу ведь какие здоровые отверстия говядину через вот такую здесь 5 миллиметров много сала через такую здесь 8 но вы степень измельчения на свой вкус выбирайте а а теперь надо добавить соли и пряностей в качестве пряностей у меня пойдет черный перец побольше его красный перец хлопьями острый красный перец зира и кориандр вот такой набор не захотелось использовать перемешиваем и кстати надо добавить воды что посочнее получилось фарш готов сейчас подготовлюсь к набитке подготовился чрева у него уже замоченная полчаса лежит в прохладной воде фарш в колбу шприца кладу для нового зрителя сообщаю что обзор этого китайского агрегата на канале давно был ссылка в описании ролика шприцом набивать в разы быстрее чем через мясорубку плотно набивать смысла нет мне в том колбаски перекручивать вот тогда и уплотнится вся набивка а теперь перекручиваем эту в одну сторону вот так на следующую в другую и так до победного конца так но часть я наверно сверну так вот улиткой и наколю на шпажки с этой колбасками что-нибудь еще придумаю попозже и вам покажу я же постоянно рассказываю про использование такой домашней заготовки думаю надо снять какой-нибудь ролик с очень простым рецептом с нетрудозатратным с использованием как раз такой колбаски ну в качестве иллюстрации к своим словам львиная доля этих колбасок сейчас отправится в морозильник до лучших времен а часть прямо сейчас на гриле приготовлю хоть калибр оболочки небольшой но все равно лучше готовить такие колбаски на непрямом жиру ну по крайней мере сначала так неравномерно прогреваются вот эта вот часть условно холодная у риля вот это вот часть горячая все процесс пошел но просто отрезать колбаски на мой взгляд достаточно скучно поэтому я хочу добавить немного ароматов мексики натру сыра здесь у меня предварительно запеченный в духовке сладкий перец я храню в холодильнике залив оливковым маслом а здесь халапенье маринованный хочу кисадили сделать кисадили это от испанского слова кеса сыр то есть лепешка с сыром еще с чем-нибудь понятно но кисадили глупо есть без гуакамоли так что быстро разбираюсь со сладким луком это сладкий белый сладкий лук еще быстрее чесноком помельче также быстро с помидором семечки надо удалить все остальное кубиком авокадо разрезать удалить косточку а мякоть размять вилкой теперь сюда лук чеснок помидоры соль оливковое масло и сок лайма и перемешать красота обалденная штука гуакамоли я раньше смотрел на эту штуку с большим таким удивлением и не понимал чего-то может быть вкусного здесь распробовал вот такиная штука готовьте что тут с колбасками с ними отлично все можно их уже и над углями чуть подержать и вот тут отвлекаться не стоит они маленькие совсем уже почти готовы чуть отвлечешься все сгорят и высохнут напрочь пора снимать с огня посудина для обжарки, кстати, или уже греется а надо колбаски попробовать так вот эту попробую пахнет просто чудесно обалдеть яркая сочная перечная такая острая и зира чувствуется кориандр слушайте, чудо просто чудо класс продолжаем надо собрать кисадилью быстренько лепешка сыр наполовинку теперь колбаска перец сладкий и халапенье и опять сыр и надо растопить немного масла сливочного чуть-чуть согласен конечно жирновато получается тут тебе и колбаски жирные и сыр еще и масло вот это вот ну не каждый же день я такое ем и даже не каждый месяц кисадилью нужно с двух сторон поджарить чтобы сыр хорошо расплавился так отлично на второй стороне все еще быстрее будет все уже можно снимать с огня так ну и наконец тот самый момент ради которого все издевалось проба классная штука я люблю халапеньо он такую остроту придает люблю сладкий перец потому что он сладость дает много сыра и вот эти вот обалденные колбаски лепешечка хрустит поджаренная такая классная смотрите достаточно сырно эти колбаски прекрасно можно съесть и без танцев вот этих вот кисадиль но вы же в конце концов можете колбасу просто так съесть да ту же самую докторскую но все-таки чаще всего наверное делать себе бутерротик с колбаской с сыром и прочее здесь тоже самое только горячий бутеррот ну он еще и сдобрен вот этими классными штуками сладким перцем острым перцем вот этим так и гвакамоле конечно нужно про гвакамоле пройтись так плохо цепляется гвакамоле наверное все-таки проще ложечкой цеплять или вилочкой гвакамоле Ну, спелый авокадо найти сложно, но даже если вы купите не спелый, такой твердый, дайте ему полежать 3-5 дней, достали, попробовали, вроде стало мягче. В конце концов, его можно блендером пробить, он будет такой же напастообразный, кремообразный, классный, может быть, не такой спелый по вкусу, но все равно будет хорошо. Короче, что я вас убеждаю, попробуйте, попробуйте и наслаждайтесь. Огромное спасибо за компанию, за лайки, дизлайки, репосты. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok